Всем огромный привет моим подписчикам, тем, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я с вами хотела бы поделиться своими эмоциями, своими мыслями по поводу косметики Кора. Кора это косметика аптечная, это косметика российская, в последнее время постоянно рассказываю именно о российских брендах, так или иначе, но в этом видео у меня будет именно косметика, которая для лица, все что для лица я тестировала этой весной. И следующее видео будет, вторая часть этого видео будет о том, что у меня есть от марки Кора, что я протестировала для тела и для волос. В общем-то разделила я так для вашего удобства, чтобы у вас не было огромного видео на полчаса и минут на 40, чтобы вы там не умерли и не заснули, пока смотрите это видео. Если вам интересна косметика Кора или вам интересен мой канал, интересно мое мнение о косметике, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Начать бы мне хотелось с продукта для умывания, это мусс для умывания, для чувствительной сухой кожи с пантенолом. Как активные ингредиенты здесь заявлены пантенолы, нулин, мята, лист брусники, хвощи, дуванчик, петрушка. На самом деле бренд себя позиционирует как бренд не совсем органический, но основанный на натуральных экстрактах. Также это именно аптечная косметика, которая создана, чтобы решать конкретные задачи. Что касается данного мусса. Мусс, в принципе, он неплохой. Скажу сразу, что да, он неплохой, он очень даже хорошо очищает кожу, но не до скрипа, он не сушит кожу. То есть достаточно комфортный продукт, но не вызвал он у меня какого-то фурора личного, скажем так, не было какого-то такого вау-эффекта. Обычный такой мусс, обычный мусс для сухой кожи подойдет на весну, на тяжелый период для кожи, когда она раздраженная, когда она вся такая сухая после зимы. Также, наверное, подойдет девушкам, у которых сухая, чувствительно обезвоженная кожа на круглый год. Единственное, что, наверное, не подойдет любителям такого хорошего ядерного очищения, которое дает, например, корейские продукты для умывания. Если вы любите именно что-то такое, вам этот продукт не подойдет, а в целом неплохой. Единственное, еще как такой небольшой минус, я бы отметила 160 мл, не очень большой объем, но тоже, знаете ли, для блогера, допустим, 160 мл вот так, потому что мы постоянно меняем что-то новое, тестируем, поэтому тоже как минус назвать не могу. В общем и целом, стоила она не так дорого, по-моему, 310 или 330 рублей на официальном сайте, поэтому, в общем-то, мусс неплохой, за свои деньги можно попробовать. Следующий продукт, это продукт-спаситель для меня, крем-антистресс для всех типов кожи, включая чувствительность. Здесь 50 мл. Пользовалась я им именно весной, вот самый тяжелый период для организма человека, вот этот вот авитаминоз, переход с минусовой температуры на плюсовую, вот это вот все, когда кожа очень сухая, очень требует питания какого-то, при этом уже тепло, по идее, вот те питательные продукты, которым мы использовали зима, они уже не подходят. И вот в этот весь ужасный период я пользовалась как раз-таки вот этим кремом-антистресс, мне он очень понравился, он достаточно плотный, то есть он именно такой как полупитательный крем, запах у него очень специфический, я бы его для себя не назвала приятным, он очень такой сильный, и он пахнет как будто вот водорослями или что-то в этом роде. В принципе, крем мне очень понравился, он действительно очень хорошо сразу напитывает кожу, он снимает дискомфорт после умывания, он очень хорошо впитывается, не так быстро, как хотелось бы, но в принципе минут за 15 он впитывается, на нем прекрасно держится макияж, потрясающий крем, мне очень-очень он понравился, единственное, что позже, когда уже стало тепло в Санкт-Петербурге, я сменила его на другой крем, это также крем от Кора, крем увлажняющий с морскими экстрактами. Этот крем также 50 мл, мне он понравился чуточку даже и больше, и сейчас я именно им пользуюсь. Он приятно очень пахнет, вот он мне напоминает какой-то из кремов, которым я пользовалась еще в те далекие подростковые годы, что-то вот было у Фуберлик и пахло точно так же, у меня прям вот запах из детства какой-то. Это потрясающий крем, он прям вот как нежное суфле, он очень легко впитывается, с него ничего не скатывается, он быстро впитывается, на нем прекрасно держится макияж, ничего не ползет, ничего не плывет, при этом кожа очень хорошо увлажненная, то есть если здесь идет полупитание, полувлажнение, как раз таки подойдет именно на осень, наверное и на весну, то этот продукт это уже такой очень легкий увлажняющий крем, который действительно насыщает кожу влагой, мне тоже безумно-безумно понравился этот крем, он мне подошел, то есть если здесь мне даже отдушка не очень понравилась, но в принципе крем очень неплох на переходный вот этот вот момент был, мне он понравился, то здесь мне нравится все, начиная от отдушки, заканчивая тем, как он работает на моей коже, действительно очень хороший летний увлажняющий крем, подойдет, я думаю, что и для жирной кожи, он подойдет и для сухой кожи, он будет именно очень хорошо напитывать влагой, именно в такой вот период, когда тепло или когда уже даже жарко, очень-очень крутой крем, я вам всем советую. Следующий уходовый продукт это крем-гель для век с маслом ши, он обещает нам лифтинг-эффект, антиоксидантную защиту, дренирующие действия и глубокое увлажнение. Он рассчитан на день и на вечер, то есть можно и вечером и днем использовать, господи, то есть можно использовать как утром, так и вечером в качестве ухода. И что хотелось бы отметить по поводу увлажняющего крема и по поводу крема антистресс, они тоже рассчитаны и на утреннее использование, и на вечернее использование. Что касается крем-геля, я ни в коем бы случае не назвала его именно крем-гелем, это крем, это очень хороший взбитый легкий крем, который потрясающе впитывается, который очень хорошо ухаживает за кожей вокруг глаз, он хорошо увлажняет действительно, убирает какие-то прихпухлости по утрам, он хорошо увлажняет, кожа очень хорошо себя чувствует, мне безумно-безумно понравился этот крем, то есть я его на смену своей любимой сыворотке сейчас использую, в общем-то каких-то изменений в худшую сторону я не заметила, то есть у меня глаза не стали от него опухать, как это у меня бывает от очень многих продуктов для глаз, у меня кожа такая же увлажненная, такая же плотная, мне очень нравится этот крем для век, также хотелось бы отметить, что здесь объем 30 мл, и здесь помпа, поэтому крема вам хватит очень-очень надолго, то есть он достаточно экономичный еще, и кроме того здесь большой объем, и цена оправдана, и помпа, она гарантирует то, что вы в сам крем не будете заносить ничего, очень крутой уход для молодой кожи, просто будет самый лучший выбор, я считаю, он достаточно бюджетный, и при этом он хорошо работает, он освежает область вокруг глаз, он хорошо питает, увлажняет кожу вокруг глаз, он не дает отеков, взгляд всегда очень светлый, очень отдохнувший, нет никаких темных кругов и припухлости, мне нравится. И последнее на сегодня, что я вам хочу показать, это маски, первая маска это SPA маска обновляющая с органоминеральным комплексом, экспресс эффект, то есть маску вы можете нанести на 5 минут, я в основном пользовалась минут на 15-20, это действительно очень крутая обновляющая штука, и очень советую вам именно на весну, или допустим после отдыха где-либо, потому что этот продукт реально делает что-то нереальное, потому что, во-первых, он очень хорошо активизирует именно кровоток в клетках, то есть после того, как вы снимаете вот эту маску, смываете ее с себя, то есть кожа, она реально как будто бы стала моложе, не знаю, странно это говорить мои почти что 23 года, но такое чувство, что кровь прилила к коже, и она такая сразу румяненькая, красивая, она сразу такая бархатистая и плотная становится, очень крутая маска, она очень хорошо обновляет кожу, она очень хорошо борется с шелушениями, она выравнивает цвет лица, она делает именно вот лицо именно таким, каким оно должно быть, таким свежим, румяненьким слегка, очень светлым, сияющим, крутая маска, действительно она дает эффект, прям который сразу же видно, она также очень неплохо высветляет какие-то черные точки, то есть я так думаю, что она еще рассчитана на очищение пор, потому что в ней содержится глина, в общем очень крутая маска, которая действует просто по всем параметрам, улучшает внешний вид кожи лица. Следующая маска, это маска увлажняющая, с гиалуроновой кислотой и водорослями, тоже заявлен как интенсивное увлажнение, экспресс эффект, мне эта маска также безумно-безумно понравилась, это маска крем, то есть если здесь это такая глиняная текстура, кстати говоря, хочется отметить большой объем масок, здесь по 100 мл, вот эта маска, в ней возрастной, по-моему, как не ограничение, рекомендация, что от 25 лет, эта маска от 20 лет можно спокойно использовать. Что касается именно вот этой маски, увлажняющей, это маска крем, здесь глиняная текстура, здесь маска крем, здесь очень она такая, вы наносите, мне очень понравилось, потому что запах очень приятный у этой маски, вы наносите этот крем, сидите 15 минут, и прям видно по тому, как маска впиталась в кожу, какие зоны у вас увлажнены, какие напитаны, а какие не очень, потому что места, где у вас сухость какая-то, у нее просто вот всасывается эта маска, и видно, что действительно маска работает, то есть какие-то вот именно зоны, где действительно кожа шелушилась, туда прям вот впиталась эта маска, очень-очень крутая маска, тоже очень хорошо увлажняет кожу, кожа просто как будто начинает дышать после этой маски, она очень увлажненная, ей очень комфортно, даже я человек с сухой, чувствительно обезвоженной кожей, я всегда просто после умывания сразу бегу хотя бы тоником побрызгать кожу, потому что мне некомфортно, но после этой маски я могу ничем не пользоваться, мне абсолютно комфортно, моя кожа очень хорошо увлажнена, и очень-очень комфортно, она очень свежая, и как будто бы вот напитана влагой изнутри, очень крутая маска, поэтому девчонкам, кто именно любит хорошие увлажняющие продукты, у кого сухая кожа, у кого обезвоженная кожа, так я просто вообще 100% советую взять именно эту маску, попробовать, а тем, кто постарше, или тем, кто именно любит маски, которые основаны на глине, я советую как раз-таки вот эту спа-обновляющую маску, вы поняли, наверное, по-моему, сумбурно, но достаточно рассказывать, что обе маски, они реально крутые, просто одна маска рассчитана на один круг потребителей, другая маска просто наикрутейшая, я считаю, что всем девчонкам с обезвоженной кожей, на лето и на зиму, на весну, на любой сезон, можно как раз-таки советовать именно вот эту маску, она не сделает ничего плохого точно, она очень хорошо напитает, увлажнит кожу, как будто бы вот изнутри влага будет в коже, и вам будет безумно-безумно комфортно. Итак, это все, что я хотела вам сегодня рассказать, если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей, также обязательно напишите мне в комментариях, пробовали ли вы марку Кора, какие продукты вы пробовали у нее, какие вам понравились, что вы советуете попробовать мне. В целом, по уходу для кожи, я бы советовала обязательно присмотреться к марке, именно к маскам их, и, наверное, именно к крему для глаз. Крема, в общем-то, мне безумно-безумно понравился увлажняющий крем, поэтому его я, наверное, просто всем девчонкам советую на лето выбрать. В общем-то, вот такое у меня мнение сложилось о марке, о том, что я пробовала для лица. Ждите в ближайших видео вторую часть о косметике для тела и косметике для волос. А сегодня я с вами прощаюсь, всем желаю отличного настроения, наступает прекрасная пора, лето, кушайте больше овощей и фруктов, и всегда будьте в хорошем настроении. Всем пока-пока!